Четыре жителя поселка Топар Карагодинской области попали в областную инфекционную больницу с диагнозом «сибирская язва». Один из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В связи с особо опасным заболеванием в поселке вели карантин и поставили блокпост. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Когда в субботу по всей области проводили сельскохозяйственные ярмарки, а в Абайе ее отменили, тогда никто ничего не подозревал. Но ночью на въезде в соседний поселок Топар установили блокпост. Второй въезд со стороны Жартаса перекрыли вовсе. По поселку стали распространяться слухи о сибирской язве. В Топаре мясо, говядину. Во-первых, завозить ее запретили. Поставили блокпосты на въезд в Топар. Обрабатывают машины, досмотр, багажников. Сегодня стало известно, что сибирскую язву обнаружили в одном из частных подворий, где недавно заболел 8-месячный бычок. Его забили без соблюдения необходимых мер безопасности. 23 октября у членов семьи появились язвы на теле. Четыре человека в областной инфекционной клинике в Караганде. Один из них в реанимации. Еще один член семьи дома под наблюдением врачей. Один из пациентов, который находится в нашем статаре, находится и получает лечение в отделении реанимации интенсивной терапии. Состояние пациента очень тяжелое. Он находится с диагнозом сибирской язвы, подтвержденный случай. Тяжелое течение, вторично генерализованное септическое течение. Врачи провели консилиумы со специалистами области и коллегами из республиканских научно-исследовательских центров. Но состояние пациента в реанимации не улучшается. Остальные трое членов семьи в стабильном состоянии средней тяжести. Позже стало известно, что у одного из них диагноз не подтвердился. В доме, где выявлен очаг особо опасной инфекции, уверяют, что мясо не планировали продавать. Другие животные в том же загоне были привиты. У них симптомов нет, говорят ветеринары. В подворье проведена дезинфекция. Температура жёг, давление жёг. В Топаре объявлен карантин на 15 дней, если не будет повторных случаев. Идёт подворовой обход и повторная вакцинация скота. Передвижение жителей не ограничено, но введён запрет на ввоз и вывоз скота, его перегон внутри хозяйств, использование молока больных животных, запрещён забой скота и вывоз территории кормов и кормовых добавок. Чтобы пресечь распространение инфекции, произвели отлов бродячих собак. Жители просят не поддаваться панике.